Мою бабушку продолжают удерживать в плену какие-то непонятные типы срублевки, но сейчас их ожидает реально большой сюрприз. В лице этого танка, который мы реставрировали из старого танка Второй мировой войны, благодаря запчастям, которые украли с военной базы. И сейчас с дедом, уверен, надерем задницу этим бандюганам, которые зачем-то похитили нашу бабушку из деревни Корякино. Надеюсь, вам понравится это видео, поставить ему свои зверские лайки, а также присоединяйтесь к игре на 11 сервере РадмирКРМП. Ссылочка на скачивание лаунчера есть в описании. Если начнете здесь играть, то не забудьте ввести мой ник РоманКей при регистрации, а также мой промокод МистерКей маленькими буквами. За них вы получите 100 тысяч рублей, на которые, например, сможете купить свою первую машину. А вот, кстати говоря, и они, эти панки. Ну что, давайте-ка проясним с ними ситуацию. Я думаю, они, блин, они вроде как и не ожидали того, что мы приедем, но посмотрите на их лица. Им как будто вообще пофиг, дайте покерфейс, только взгляните. Его вообще посрать на то, что прямо перед его рожей стоит дуо-танка. Значит так, помните нас? Ну, допустим, бабушка наша где, а? Говорите, давайте. Все еще в доме ее храните? Где надо? Какая разница? Так, мне кажется, они не совсем понимают того, что сейчас здесь происходит и с кем они связались. Дед, давай вылезай из танка, нужно прояснить им ситуацию. Вы нам отдаете бабушку сию же минуту, и мы уезжаем спокойно. Как это нет? Че это значит нет? Не отдадим. А ну, ехали по-доброму. Так, я все понял, я все понял. Дед, ну ты в принципе тоже понял. С этими панками нужно разбираться по жесткому. Они добрых слов вообще не понимают. Блин, целятся в нас еще из автомата. Слышь ты, петушок, давай-ка убери свое оружие. Вы назад посмотрите за спину мою. Дед, дело говорит. Вы, блин, слепые что ли? Мы на танке приехали. Они ведут себя так, как будто мы приехали на жигулях решать с ними вопросы. Дед, давай садись в танк. И готовь, дуо, целься прямо по их шикарным суперкарам. Вот посмотрите, что у них здесь стоит. Феррари, Мерседес, Ниссан и самое главное, Роуз Ройс. Мы проведем вас к бабке. О, сразу как заговорили. Стоило только навести дуо на их дорогие машины и сразу согласились провести нас вовнутрь. Так, дед, ну если не согласились, тогда я думаю тебе придется остаться в танке, чтобы они не развели нас как дурачков. Дед, будь готов стрелять, если что-то пойдет не так. Если я не вернусь через 10 минут с бабушкой, то открывай огонь по этому дому, чтобы от него ничего не осталось. С другой стороны, от меня тоже ничего не останется, но если мы не вернемся через 10 минут, то очевидно, что они нас убьют и так. Давай шевелись, пока не передумали. Все, пошлите, пошлите. Ребятки такие серьезные, я не понимаю, какой олигарх нанял такую тупую охрану. Вы поглядите на их рожи, вы где-нибудь видели такую охрану? Я бы никогда не доверил им охранять такие дорогие машины. Бог ты мой, вы поглядите на эти хоромы. Так, блин, я вышел из этих хором. Вы поглядите только на эти хоромы, в которые я зашел. Это просто жесть, тут денег вбухано немеренно. Так, а где ваш главный? Туда, окей, давайте поднимаемся. Так, погодите, а где бабушка-то? Где она? Давайте вы ее сами сюда спускайте, я не хочу идти в какие-то подозрительные комнаты. Иди наверх. Да я не хочу, никуда я не пойду, спускайте бабушку сюда. Если она в этом доме, то спускайте ее сюда. Я сейчас тебе башку прострелю, иди давай. Ясно, ясно, я так и знал, так и знал, ребята. Зашел в дом в ловушку. Сейчас я поднимусь наверх, и мне все равно прострелят там бошку. Может быть там уже окровавленная бабушка, порубленная на все части, лежит. Я не знаю, в какую дверь? Сюда или сюда? Ах, ладно, я не представляю, что меня сейчас ждет за этой дверью, друзья. Возможно, действительно, деду придется похоронить этот особняк. А возможно, бабушка действительно находится за этой дверью, и у нас получится ее сейчас спасти. Ладно, пожелайте мне удачи. Че за фигня? Это кто еще такой? Бабушка, что с тобой делают? Тебя пытают? Это что, блин, за голый мужик в труселях? Нифига себе, какой у него большой шланг. Что ты тут делаешь, Ромочка? Бабушка, тебя пытают? Что этот голый амбал с тобой делает? Никто меня не пытает. А что здесь происходило-то? Я видел, как он шлепал тебя по заднице, бабуля. Ничего он со мной не делает. Мы спать хотели. Что здесь происходит? И мне вообще ничего не могу понять. Мне сказал водитель автобуса, что бабушка уехала с каким-то мужиком на Рублевку. Скорее всего, это был вот этот вот мужик как раз-таки. Но зачем бабушке нужно было сюда с ним ехать? Вы кто вообще? Я Рикардо Рублевка. И что мне это должно сказать? Вы посмотрите на его улыбающееся лицо. Он, блин, доволен жизнью, я в этом не сомневаюсь. Почему моя бабушка у вас в доме? Это моя девочка. И мы любим друг друга. Офигеть, бабуля! Бабуля, ты, блин, ты знаешь, сколько тебе лет, бабуля? Тебе больше 120 лет. Это что? Твой любовник? Рикардо, ты знаешь, что мой муж с тобой сделает, если узнает? Да я его порву. Ромочка, а ты же не скажешь деду? Блин, да вы что здесь устроили-то вообще, бабуля? Мы думали, что тебя похитили. Мы с дедом приехали на танки тебя спасать. Меня не похищал никто. Ё-моё, он ещё и начал флексить здесь. Он начал флексить прямо перед моей рожей. Голый мужик начал флексить перед моей рожей. Я не могу на это смотреть. Вырвите мне глаза. Это ужасно. Это просто ужасно. Зачем тебе такая старая бабушка-извращенец? Она красотка. Я качаю нефть. Я получаю много прибыли. И на деньги с этого бизнеса я купил остров и построил рублёвку. И бабушке я хотел предложить сотрудничество. Я хочу помочь с нефтью в Корякино. Помочь с нефтью в Корякино? Блин, это хорошая вещь. Ребят, если вы не знаете, то мы качаем нефть в деревне Корякино. А деревня Корякино находится буквально в километре от Рублёвки. И здесь очевидно одно и то же место рождения нефти. И вы видели, какую офигенную построили рублёвку. А наша деревня Корякино разваливается. И благодаря этой нефти мы можем сделать вторую рублёвку. И жить припеваючи. Я не знаю, возможно бабушка что-то знала про это. Поэтому приехала к этому голому мужику. Но теперь надо как-то решить этот вопрос. Теперь пришло время для моего танца. Какого ещё танца? Мы если вроде деловые вопросы решаем. Чёрт побери! Дед пришёл! Дед! Дед, ты что тут делаешь? Закрой глаза, дед! Тут не на что смотреть! Дед, отвернись! Так, бабушка под кроватью спряталась. Дед, выходим. Выходим, тут не на что смотреть. К что вы тут говоритесь? Я уже вспотел! Дед, ты главное не горячись. Ты в любом случае, что бы ты ни видел, ты неправильно это понял. Представь, что здесь нет голого мужика в одних труселях. И то, что здесь нет бабушки. Что? Блин, дед бабку нашёл! Бабка, тебя спалили! Теперь придётся тебе как-то оправдываться перед дедом, пока он не разозлился и не надавал лещей твоему любовничку. Ты что тут делаешь? Я в гости пришла! Ой, бабка, оправдаться ты совсем не умеешь, я смотрю. Так ты перед дедом не оправдываешься. Мы из-за тебя танку гнали! А теперь дед тоже не понимает, что происходит, как и я. Да, да пошли вы все! Дед, ты куда побежал? Дед! Дед, остановись! Дед, ты куда пошёл? Блин, что здесь за бомжи у нас в доме? Что это за проходной двор здесь? Влеча за вечеринка с голыми людьми. Ха-ха-ха-ха! Куда дед подевался? Дед, ты что, в танк пошёл? Дед, вылезай из танка! Ты что задумал? Дед, дед, пожалуйста, одумайся! Я понимаю, что жена, из которой ты был 70 лет, тебе изменила. Но, пожалуйста, одумайся! Да пошли вы! Дед, ты что делаешь? Дед! 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 Ты что творишь? Господи! Дед! Он, кажется, вспомнил вторую мировую и решил разбомбить весь дом этого Рикарда Рублёвка. Дед, ты хоть представляешь, что ты натворил? Ты хоть представляешь, что ты натворил? Бабушка жила, слава богу! Бабка! Скажи деду, что он натворил? Люди в шоке стоят! Сейчас вызовут полицию, вызовут спецназ, ФСБ! Все соседи уже приехали сюда поглазеть на это! О нет, он идёт сюда! Он идёт сюда! Я не знаю, я не знаю, что ему говорить! Мы в век ему с ним не расплатимся! Извините нас, пожалуйста! У деда съехала крыша! Он не хотел этого делать! Так ведь, дед? Давай, говори, что так и есть! Бабка, скажи ему, что, блин, это всё из-за тебя и то, что у тебя был план соблазнить этого, получается, Рикарда Рублёвка! Чтобы заполучить с ним драгоценные связи! Слушай, старый! Мы с этим Рикарда придумали план по развитию деревни! Дед, это он построил Рублёвку всё! Ты говоришь, что от него толка нет! Ещё раз бомбил весь его дом! Пожалуйста, извините нас, Рикарда! И мы не хотели! Я вам говорю, мы вернём вам все деньги! Обещаю! Мы взорвали больше сорока миллионов! Ладно! Прощу вас! Заново потом куплю всё! Господи, какой он щедрый! Вы представляете, сколько у него денег! Мы взорвали ему весь автопарк! Повредили его драгоценнейший дом с шикарным интерьером! А он говорит, что прощает нам всё! Я даже боюсь представить, какие деньги он поднял на нефти с этой Рублёвки! Наверное, миллиарды! Миллиарды рублей! Спасибо вам огромное, Рикарда! Вы очень-очень добрый человек! Ромал, идёмте в кабинет! Обсудим наше сотрудничество! Ну, мне не очень, конечно, хочется идти в кабинет с человеком в таких труселях, но, с другой стороны, он очень богат, а я не очень богат! У него несколько миллиардов, а у меня лишь 3,5 миллиона рублей! И наша нефть качается очень медленно! Нам нужно наращивать производство, чтобы зарабатывать такие же большие деньги, как и он! И развивать Корякина! Поэтому я не против посотрудничать с Рикардо, учитывая, что он такой добрый человек, даже после того, как Дед взорвал здесь всё! Дед! Нам, наверное, надо избавиться от танка, как от улик! Я понимаю, что этот танк второй мировой, но тебе придётся утопить его! А что же будет дальше и что же нам предложит Рикардо, мы узнаем уже в следующий раз! Надеюсь, вам понравилось это видео и можете предположить в комментариях, что же хочет нам предложить Рикардо, что он потребует взамен! Но, конечно, оставаться наедине в такой маленькой комнатке с таким мужиком не особо-то хочется! Так, ты что это задумал, мне хочется спросить! Ладно, закончим, пожалуй, на этой ноте, ребят! Начинайте играть на 11 сервере Радмир КРМП! И не забудьте поставить свой зверский лайк, а также подписаться на мой канал! У микрофона был Мистер Кей! Всем хорошего настроения, удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok